Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о Т-100ЛТ. Сразу скажу, данное видео не является разбором полетов, а бои, которые идут на фоне чем-то выдающимся. Просто примеры игры на этом танке в разных ситуациях. Т-100ЛТ очень напоминает ЛТТБ. Высокая подвижность, низкая альфа и немного прямых листов брони, которые рикошетами компенсируют кривые руки. Другим плюсом машины я бы отнес отличную стабилизацию, которая вкупе с подкалиберами в качестве основных снарядов позволяет не только стрелять на ходу на близко-средних дистанциях, но и наносить урон на реакцию, то есть подставляться под огонь противника на минимальное количество времени и при этом успевать давать дамаг. Кстати, в этом ему помогает еще и подвижность. 47 лошадей на тонну. При разгоне я боюсь контузий членов экипажа высокими перегрузками. А ведь не так давно мы все офигевали от того, какой быстро CDC, а сейчас он медленный сосай-сарай. Следующим плюсом является очень низкий профиль машины. Если вы когда-либо стреляли на дистанции по елке до патча 9.18, то вы понимаете, насколько тяжело бывает попасть в тест ОЛТ. Правда, стоит признать, что на его уровне гораздо больше подкалиберов с высокой скоростью полета снаряда, отчего данный плюс немного нивелируется. Но в любом случае у нас самый обширный выбор танков, которым можно притереться и разобрать. Да и игра в рельефе получается вполне неплохой, ведь на пологих склонах из-за своих размеров мы можем играть чуть более комфортно, чем другие танки с ОВН-5. Опять же, благодаря размеру, танк получил базовое значение маскировки 19.84%, но подробнее об этом я расскажу дальше. Еще один плюс это броня. Бронирование машины не является историчным, так как в проекте была композитная броня, способная танковать снаряды от АБТ этого периода, таких как М48 Паттон, М60, АМХ-13 и Леопард. Фактически, всех СТ-10. В игре же мы имеем просто дикую рикошетность и защищенность от приличного количества машин 8-9 уровня, что не совсем хорошо, если учесться мы в машиноподдержке, по словам ВГ. Но геймплей на этой машине диктуется минусами. Первый минус это точность. 0.46. Видимо, высокие перегрузки от разгона танка все-таки повлияли на экипаж и у наводчика теперь сильно трясутся руки. Другого объяснения такой точности пушки, использующей подкалиберы, я дать не могу. Обзор в 390. Данный параметр нельзя рассматривать отдельно от маскировки. Причиной тому является такое абстрактное понятие, как дистанция безопасности. Чем дальше мы видим, тем раньше засвечиваем противника. Чем выше наша маскировка, тем ближе можем к нему приблизиться, оставаясь незамеченным. Это граница дистанции и безопасности. Из-за низкого относительно своего уровня, конечно, обзора, мы вынуждены играть чуть ближе. Но при этом маскировка позволяет нам это делать. То есть фактически Т-100 является машиной ближнего боя, по меркам класса ЛТ в целом. Да и пушка его со своей стабилизацией и точностью идеально вписывается в такой геймплей. Если ваш круг сведения не заполнен целиком силуэтом противника, то вряд ли вы попадете. Еще одним минусом, косвенно связанным с ТТХ танка, является тот факт, что вы всегда играете с десятками. В моем топ-3 худших видов игроков танки десятки находятся на почетном втором месте между лидерами ЛТ-водами и замыкающими тройкой любителями 2D геймплея. На момент записи этого видео примерно треть моих боев на Т-100 ЛТ была с 30 десятками. И я очень надеюсь, что это просто баг-балансеры, а не фишка. В нескольких из этих боев я был единственным ЛТ. Только в одном из этих боев я смог насветить хоть какое-то количество урона. В остальных мой свет просто игнорировался, так как команда не понимала преимущества, которые я давал на старте, и игнорировала мои просьбы о стрельбе по переездам. А когда я не светил, я просто передамаживал большую часть союзников, если не всех вообще. А у меня ни ДПМ, ни точности, ни хп для размена нет. И дело не в моем умении играть, а наоборот. В повальном отсутствии скилла у ребят на десятках, мне кажется, игроки не совсем понимают, что игра на этом уровне является нехилой такой ответственностью, так как вы всегда находитесь в топе и должны тащить. Такое поведение игроков давно отталкивает меня от постоянной игры на этом уровне. Все это диктует примерно следующий геймплей на данном танке. Если вы уверены, что свет необходимым поможет, допустим, на малиновке, то занимайтесь им. В противном случае просто переходите в режим занозы в жопе и пытаетесь играть как СТ, у которого нет хп. Высунулись, нанесли урон, переехали и так далее. Помним, что мы можем довольно близко подбираться незамеченными и еще быстрее врываться на ТТ, чем точно нужно пользоваться для того, чтобы быть эффективным. Играть от большой дистанции особого смысла нет, вы только потратите снаряды, количеством которых похвастать танк не может. Кстати о них. Вашей голдой является ББ, пробитие которых всего на 18 мм выше. Но нужно помнить, что низкую скорость полета ББ вы меняете на меньшее падение бронепробития на дистанции и на высокий показатель нормализации, который очень пригодится для стрельбе по броне, находящейся под углом. Да, в лоб башни Е100 такой голдой вы не пробьете. А вот НЛД явно легче будет поразить, чем основными снарядами. Главное, чтобы он стоял, а вы были близко. И вам повезло с точностью. И еще штук 10 факторов, из-за которых у меня вечно кончается снаряд на этом танке. Как и другие ЛТ своего уровня, Т100 страдает от низкого ДПМа, о чем нужно всегда помнить. Игра в упор чревата невыгодными разменами. Поэтому надо сохранять дистанцию примерно 100-150 метров, чтобы в случае чего можно было всегда уехать. Теперь о модулях. Из-за низкого обзора мы обязательно ставим оптику. Не думаю, что рога имеет смысл, так как пассивный геймплей нам доступен на довольно-таки маленькой части карт. В остальных случаях мы вынуждены играть активно и агрессивно, в чем нам рога не помогут. Далее. Досылатель. Мы не можем играть издалека, мы не можем избегать перестрелов. Нам нужно как можно быстрее разбирать машины с небольшим количеством хп, при этом разменивая или тратя как можно меньше своих. Поэтому досылатель мне кажется логичным. Последним модулем я бы поставил вентиль. Мы уже имеем офигенную стабилизацию, поэтому я не вижу особой необходимости в том, чтобы дальше япать при помощи стаба. А вот апнуть низкий обзор и точность было бы неплохо. Поэтому ставим кусок Карлсон. Но я не тестировал машину без доппайка, может быть в том сетапе стаб будет лучшим выбором. Перки. Серьезным отличием этой машины от всех ЛТ советской ветки является тот факт, что у нас радистом становится командир. Как вы знаете, самый важный перк на обзор это радиоперехват. Он дает 3% прибавки к вашему обзору. На предыдущих машинах он был у радиста или заряжающего. Если вы не открыли четвертый перк к этому моменту, то ничего страшного. В противном случае вам придется переучивать экипаж. В остальном набор стандартный. Маскировка, лампа ББ и перки на стабилизацию. Последнее, о чем хотелось бы упомянуть, это игра в топе. Когда я встречаю восьмерки на этом танке, то ощущаю себя уродом. Меня редко засвечивают, я легко наношу урон и никому не даю уйти. Я бы назвал такой геймплей токсичным и СТшным. Я также как и СТ напрягаю врага, но меня сложнее высветить и меня невозможно одолеть, используя какие-либо маневры, кроме коричневых. Мне кажется, для принимающей стороны гораздо приятнее было бы видеть, кто тебя имеет и попытаться хотя бы выцелить ему лючок, чем просто огребать по КД без возможности ответа. Да, на ЛТ-8 я мог делать что-то похожее, но я не мог заехать в рельеф со врагом, который от меня спрятался, и навалять, скажем, борщу по щам, потому что он имел столько же хп, сколько и я. И размениваться мне было не очень выгодно. Сейчас же, помимо дополнительных хпшек, я еще и более маневренный. Раньше вы не могли переграть арту и танки типа Е25. Частично в этот клуб теперь входит и новой ЛТшкой. Не думаю, что это полезно для здоровья игры. Что же касается самого теста ЛТ, то он, мне кажется, не до конца настроенный машиной, которая является не самой комфортной для игры, при этом будучи не историчной. Как только в нашей игре машина перестает быть историчной, ее ТТХ можно менять как угодно, так как привязки к реальности просто нету. Я бы прибавил ему ДПМ ценой пробития альфы, при этом апнув точность до более приемлемой в 0.4 на 100 метров. Это все также был бы танк ближней дистанции, но представляющий меньше опасности для ТТ уровнем ниже, при столкновении в лоб, и при этом он стал бы более специализированным для врывов. Возможно, понадобилось бы еще снижение ХП, чтобы врывы перешли из разряда Ола-Лок просчитанным действием. Но в целом стоит отметить, что это фановый танк, удовольствие при игре на котором обеспечивается безумной подвижностью и возможностью стрельбы на реакцию. Ну а как он приживется в рандоме, покажет время. Спасибо большое за просмотр и хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok